В Боснии продолжаются антиправительственные столкновения. Волнения начались в городе Тузла в начале недели. Из-за закрытия и продажи заводов, где работали местные жители. Протестующих поддержали в других городах. И фактически вспыхнул новый балканский конфликт. Подробности у Анны Третьяк. Зарево над столицей Боснии и Герцеговины полыхало несколько часов. В Сараево горел президентский дворец. Пожар начался после того, как протестующие бросили фаер. Ближе к ночи пожарные потушили огонь. Сегодня происшествие напоминает почерневшее от копоти стены. Жители Сараево сразу вспомнили о событиях гражданской войны в Югославии в середине 90-х. Я всю войну был на передовой. Защищал город, в том числе и эти здания. Защищал их от огня. И вчера мне было невыносимо больно смотреть на то, что здесь происходило. Страсти также бушевали и в городе Тузла. Демонстранты пытались штурмом захватить здание местной администрации. В результате полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ. Именно здесь, в Тузле, в середине недели прошли первые акции протеста. Причина – закрытие и продажа фабрик, на которых работают большинство местных жителей. К концу недели на улицы вышли жители двух десятков городов. Я уже два года живу на улице. Зарплату не получаю. Медицинскую помощь мне тоже не предоставляют. В нашем городе ужасающий уровень безработицы. Но правительство словно не слышит нас. Наши проблемы никто не решает. И в этом причина беспорядков. Сегодня в стране наступило затишье. На улицах Сараева работают сотрудники коммунальных служб, которые устраняют последствия уличных боев. По последним данным, в результате столкновений пострадали около 200 человек. Среди них 144 сотрудника полиции. Анна Третьяк. Подробности – телеканал «Интер».